Добрый день. На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Как мотивировать себя после неудачи? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вообще разобраться с тем, что такое удача, что такое неудача. Дело в том, что очень часто какие-то события, которые происходят в нашей жизни, которые нам как-то естественно оценить как неудачу, как провал, на самом деле приносят нам большую пользу. И с какой-то вот большей высоты взгляда, может быть, они как раз являются для нас удачными. Вот. Хотел ты чего-то достигнуть? А нужно ли тебе это? Вот не получилось. А может быть, оно тебе и было, и это и не нужно. Вот ребенок хочет, чтобы ему дали одновременно сразу 25 упаковок мороженого. А родители говорят, не надо тебе столько, у тебя может заболеть горло, ты заболеешь. Какая неудача? Он не достиг того, чего он хотел. Он хотел получить огромное количество мороженого сразу, и он расстроен. Он весь, может быть, только об этом и думает. Ну, почему мне не дали? Или несколько конфет одновременно. Но на самом деле это для него удача, потому что он тем самым избежал разных неприятных для здоровья последствий. И вот точно так же и мы. Вот к чему-то стремимся, взрослые люди. Нам кажется, что оно нам нужно, что это вот то, чего... А на самом деле это может быть и вредно для нас, и может быть полезнее для нас пережить вот эту неудачу. И в более глубоком смысле слова наша неудача на самом деле является удачей. И даже какой-то печальный опыт, опыт страданий, опыт переживаний, он может быть для нас полезен. Светский человек скажет, как неудачно. Например, заболел. А верующий человек скажет, пока я болел, я смог немножко отступить от повседневной суеты. Я смог подумать о своей душе. Моя душа стала как-то тоньше в болезни. Я смог пройти какой-то путь покаяния, вспомнил какие-то события из своей жизни, принес покаяние Богу за то, что было неправильно совершенно вот в те дни. Болезнь, какая неудача. А для верующего человека это может быть очень благословенное и полезное время. И надо помнить то, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам. Он говорит, наше нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Какие-то наши мелкие неудачи, мелкие какие-то то, что вот что-то не получилось или что-то скорбно случилось. Это ничто по сравнению с той славой, которую Господь дает верующему человеку. Поэтому как мотивировать себя после неудачи? Надеяться на Бога, уповать на Бога, верить Богу и знать, что Господь ведет нас тем путем, который Он знает, что для нас является более правильным, более хорошим. Когда что-то очень легко получается, то обычно это легко и разрушается. А вот когда чего-то добиваешься через неудачи, через трудности, через что трудно строиться, то крепко стоит, так говорил один замечательный старец. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся», — так говорит пророк Исаия. Если после неудачи человек продолжает надеяться на Бога, продолжает знать, что все в руке Божьей, что все движется промыслом Божиим, то вот он вновь встает, идет и не утомляется, как говорит пророк Исаия. «Душа наша да уповает на Господа, Он — помощь наша, защита наша», — говорится в 32-м псалме. Так что, дорогие братья и сестры, будем помнить, что наша жизнь очень часто не такое вот движение от победы к победе, от победы к победе, а такое движение — идешь, упал, случилась неудача, самое главное — встать, опять идти дальше, опять где-то упал, опять встал, опять пошел дальше. И вот через это мы приходим к вечной славе, к той, о которой говорил апостол Павел в послании к римлянам. Главное — не оставаться лежать в момент вот такой неудачи. В чинопоследовании литургии есть такие слова. «Господи, мы благодарим Тебя за все Твои благодеяния, явленные и неявленные». И вот один замечательный священник, он так объяснял. «Явленное — это то, что мы воспринимаем как удача, это то, что нам нравится, то, что нам хорошо, то, что нам здорово. А неявленные Божьи благодеяния — это то, что нам кажется скорбным, трудным, неудачным, но это тоже Божьи благодеяния. Будем уповать на Господа, будем знать, что Господь ведет нас по этой жизни так, как Ему угодно. И тогда неудачней будет вообще. Каждое событие будет восприниматься как то, что Господь дает нам пережить по своей воле». Субтитры создавал DimaTorzok